Следственный изолятор – ворота уголовно-исполнительной системы. Именно сюда первым делом попадает совершивший преступление или подозреваемый в этом человек. Он еще не преступник, но уже обвиняемый. И во многом не от него зависит, сколько времени он проведет здесь. Например, Татьяна в СИЗО уже 5 лет, но на жизнь особенно не жалуется. Есть возможность развиваться, читать книги. То есть предоставляется библиотека в СИЗО. За последнее время можно, в принципе, брать большой объем книг, заниматься и английским, и саморазвиваться, и духовно. Занимаемся спортом, играем в нарды. Спортом сейчас есть возможность заниматься и в камерах, так как площадь камеры позволяет. Есть возможность в прогулочном дворе заниматься спортом. Не только я, девочки в камере, кто-то приходит новенький, приобщаются. Татьяна, как и остальные 8 десятков женщин, а также 10 подростков, содержатся отдельно. У них свои привилегии. Так, в 2015 году для них был отреставрирован режимный корпус номер 4. В камерах свежий ремонт, горячая, холодная вода, система вытяжной вентиляции. На каждого заключенного приходится по 4 квадратных метра жилой площади. На сегодняшний день в СИЗО номер 1 содержится не больше 1025 человек. Ежемесячно через изолятор проходит около 2500 человек. Охраной и надзором занимается 378 сотрудников. На особых условиях содержится в СИЗО отряд хозобслуживания. Он состоит целиком из осужденных. Отряд занимается обычными домашними делами – уборкой, готовкой, мелким ремонтом. А за хорошее поведение заключенные могут претендовать на улучшенные условия содержания. Осужденный должен положительно характеризоваться, положительно относиться к обучению, к поведению, не иметь взысканий, наличие поощрений. После чего рассматривается на административной комиссии и принимается начальником учреждения решение о переводе его в личные условия. В настоящий момент у нас отбывают 6 осужденных в облегченных условиях отбывания наказания, которые пользуются дополнительными посылками, дополнительные длительные свидания. Евгений в изоляторе относительно недавно, всего 9 месяцев. Парень рукастый, с мозгами. Наверное, поэтому и попал на облегченные условия содержания. А сел по популярной статье 228 УК РФ. Условия хорошие. Когда сюда перевели на облегченные условия, мне гораздо здесь, конечно, больше нравится. Во-первых, сама обстановка по себе гораздо уютнее, нежели вообще в целом. Специализируюсь на специальности как строительная, поэтому в связи с этим мне более, наверное, легче мне удалось сюда попасть, потому что ремонт, он везде всегда нужен и ценится. На питание никто здесь не жалуется, по крайней мере на камеру. Сегодня на завтрак куриный суп, на обед каша с сосисками, на ужин рыбные наггетсы. К плите подпускают только заключенных, прошедших специальное обучение. Идет, конечно, разнообразие, но, скажем так, чтобы, например, каждый день одно и то же было, такого нет. В СИЗО находятся те, чья вина пока не доказана. Причин, которые привели сюда этих людей, много. Это наркотики, грабежи, разбой, убийства, изнасилование. Здесь у подследственных есть время подумать. Кто-то раскаивается, кто-то не очень. Но все пытаются просто жить. И психологическая литература обязательно, и философия, и все. Ну, многие, конечно, стараются восполнить свои проблемы в знаниях. Это у нас учебная литература есть, заказывают. И учебники, в основном, как-то английский язык, историю России. Ну, а читаем мы более авторы книг. Это Акунин, Булгаков, Пикуль. Ну, и классика зарубежная, российская. Сезон номер один – один из старейших изоляторов Приморского края. Учреждение переживало разные времена. И тотальное переполнение, когда число подследственных достигало 5000 человек, и вспышки венерических заболеваний, туберкулеза. Сегодня о тех временах стараются не вспоминать. И делают все, чтобы условия содержания людей были приемлемыми. Ремонт ряда объектов, в том числе столовая для спецконтингента, приема сборного отделения, ряда камер, медицинских постов. Введен в строй кабинет с рентгенодиагностической установкой, который в том числе обеспечивает и достойное медицинское содержание лиц, содержащихся под стражей. Здание следственного изолятора 1905 года постройки. Из-за солидного возраста оно требует постоянного ремонта. Только за последние пять лет из федерального бюджета на эти цели было выделено более 30 миллионов рублей. Сейчас в ведомстве ждут решения вопроса о выделении участка земли под строительство нового здания. Максим Яковлев, Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.